Мир плохих игроков представляет. А именно сегодня нас почтит своим присутствием Т-54. Средний танк 9 уровня, который подвергся весьма масштабным изменениям. То есть, мало того, что ему апнули бронирование лба башни. Ну, я так предполагаю, ему просто вернули модели еще до периода HD, так назовем его. И что самое интересное, ему отрибалансили два орудия. Первое это Д-10Т-2С. Вроде так оно называется. В общем, ему понерфили время сведения, ему понерфили точность. Но при этом апнули ДПМ, причем достаточно хорошо так апнули. И теперь, вот видите, с досылателем, вентилем и боевым братством 3100 получается. Ну, в общем, что хочется сказать по этому орудию, исходя из сухих цифр. Ближний бой, то есть это орудие как бы подталкивает нас на сближение с противником. Ну и, собственно, играть чисто вот от своей перезарядки. И второе орудие, Д-54, которое до недавнего времени казалось бы просто, ну, нахрена оно для танка, если там сведение 3 секунды, если там точность дерьмо. Сейчас, ну, это кажется какой-то, не знаю, шуткой что ли, или сказкой. То есть, в общем, разброс 0.3, время сведения 1.6. Ну, это опять же со всеми перками и оборудованием. Вы верите, что это Д-54? Я лично до сих пор нет. Но не спешите радоваться этому орудию, понерфили немного ДПМ, то есть теперь, как видите, 2700 получается примерно. Но что хочется сказать по этой пушке? Выглядит поуродски, она мне никогда не нравилась внешним видом, но это ладно, это, как говорится, мои эстетические вкусы и предпочтения. А вот что касается ДПМа, то что-то вот как-то для Альфы-то 327 секунд перезарядки, я считаю, это слишком много. Но ничего, мы сегодня с вами посмотрим оба этих орудия, и да, вы не ослышались, я сегодня засуну две пушки в одну башню, и мы с вами затестим, что же представляет из себя Т-54 в такой компоновке. Но на самом деле нет, это я пошутил, так что смехтаем, ребята. Хорошая шуточка, братан. Спасибо, спасибо, ребят. Не зря я там уральским пельменям на протяжении 10 лет писал шутки. В общем, сегодня мы просто скатаем один бой на Д-10Т2С и один бой на Д-54. И попытаемся сегодня с вами понять, какое орудие на Т-54 более применимо. Ну что ж, первый бой мы скатаем на Д-10Т2С. Поехали в боль! Так, ну что, первый бой у нас, значит, на рудниках происходит с десятками, но для 54-ки это не критично, то есть она что в топе, что с десятками голдозависима, так что тут как бы особо это значение не меняет. Поэтому, короче говоря, сейчас попробую занять гору, хотя у них преимущество в занятии горе, потому что, ну, респ соответствующий, там гора попроще берется. Но, во всяком случае, попытка не пытка. То есть, если я залезу на гору, то там как раз таки я смогу. И нет, походу я не успеваю. Но попробую тогда тут от башни встать, что ли, но мне придется голду заряжать, потому что я даже 54-ку вот сейчас в ЛД не пробью голду, ой, ББшкой точнее. А вот голдой как раз таки я это делать буду. Вот если, кстати, получится здесь встать от башни, было бы неплохо. Так, там шведы. Блин, еще пингует все как-то жестко, прям я не знаю по какой причине. Опять там у них какие-то корпоративы, что ли, в серверной комнате, или что у них там происходит. Ну, тут происходит бой пока что, все на ближних дистанциях, поэтому с точностью проблем не возникает. Все летит в цель, в принципе, все как обычно. По стабилизации я сказать ничего не могу, как мне кажется, она такая же. Вы напишите в комментариях, то есть нерфили ли этому орудию стабилизацию, или ему просто только точность понерфили. Просто я уже не помню, когда этот регламент ТТХ там выкладывали, я вот не помню насчет стабилизации, но по ощущениям она такая же. То есть 54-ка, она как бы, стабилизация у нее неплохая, но выдающейся ее не назовешь, поэтому мне чем 55-я-то и запомнилось. Что у нее была пушка не только точнее, но еще и более стабилизирована, то есть на ходу на ней, вот, к примеру, было проще стрелять. Но 55-я, вы сами знаете, там свои приколы, по которым она 54-ки проигрывает. Так, значит, вылазит у них тут один герой. Так, ну, в принципе, знаете, вот, пока что от орудия приятные впечатления. Сейчас вот как раз посмотрим на дальнюю дистанцию, как стреляет. Ну, смотрите, попал. Только приходится, конечно, тратить время на сведение. Действительно чувствуется, что оно долгое. Ну, и еще артиллерия мне давай из экипажа фарш поделай, вот прям как кстати. Шведскую ПТ, мне кажется, даже бесполезно стрелять кумулятивами, там, с этими сеточками, там, всякими экранами и так далее. Так, ладно, значит, все. Посмотрите на счет. Ну, в общем, ничего необычного, в принципе, как обычно. Нажимаешь на ярлычок общего теста 0.9.20, но почему-то по ошибке попадаешь в передачу в мире животных. Так что я не удивлен, что счет у нас обладает вот такой вот арифметикой 12.1 уже. Ну, и я не успел ни хрена настрелять. Просто ни хрена не успел. Поэтому, наверное, мне кажется, нужно будет еще один бой скатать, чтобы, ну, так скажем, по два боя, что ли, сделать. Не знаю, просто что-то, мне кажется, боек такой себе. Но, в принципе, все равно видно было, что орудие как бы показывает себя хорошо на ближней дистанции, попадает, на дальней дистанции все же приходится досводиться, сводиться и так далее. Так, ну и, в общем, магии монтажа мы сразу с вами переходим к результатам боя. Они, конечно, не выдающиеся, 2 600 урона всего, но первое место по урону при этом я занял. В общем, для симулятора душевно больного человека это, в принципе, нормально, я считаю. В принципе, из 11 выстрелов 9 попаданий, 9 пробитий. Ну, стрелял голдой, я как бы не скрываю. То есть, я бы и на основе точно так же зарядил голду, потому что проблема этого орудия как раз таки и кроется. Низкое пробитие, то есть, даже того же ИСа-3 в лоб вы будете, ну, пробивать через раз. То есть, как бы голда здесь просто необходима, как воздух. Ладно, я думаю, мы еще один бой на этой пушке скатаем, а потом уже перейдем к следующей. Так, второй бой, значит, у нас на степях происходит. Ну, в принципе, опять придется, наверное, голду заряжать. Ну, ладно, пока на ББ постараюсь поиграть. Хотя бы первые минуты боя, может, там какие-нибудь ЛТшки поедут или 44-ки. Но, если тут поедут тяжи, там, ого, всякие ИСы-3, то придется раскошелиться на кумулятивы. Так что, имейте это в виду. Это я, если что, разъясняюсь для адептов школы дяди Потца, которые любят попрояснять в комментариях за голду. Типа голда для раков и все такое. Ну, блин, ребят, попробуйте с 201 пробития поиграть против Е-75. Я посмотрю, как вы нагнете и все в этом духе. Так, ну, ладно, тем временем у нас там ЛТТБ просто показывает какой-то мастер-класс. Просто киберспортивный врыв на пять стволов. Вот, а я, как тупой пидор, стою в кустах и дрочу, да. Ну, вот, в общем, здесь я буду стоять пока что от башни. Паттон тоже какую-то дичь вытворяет. Я вот не понимаю. Блин. Ну, так если уж врываться надо всем. Алло, ребята. Так, ну и без сведения я не попадаю. Ну, вот пушечка, конечно, да. Здесь надо сводиться. А досводиться не всегда будет получаться, потому что сведение долгое. Но это еще дистанция такая, 150 метров, так что... Ладно, терпимо. Так, а сейчас придется заряжать голду на объекта 430, потому что его я не пробью. Как бы там корпус у него хорошо бронирован в ЛД. За счет наклонов, там вот этих вот всяких. Так. Он меня тоже пока не пробивает благополучно. И это хорошо. Главное сейчас панзервагна убить, потому что у него, по-моему, пушка как бы с хорошим пробитием. Да и альфа там, по-моему, тоже такая немаленькая. Так что угрозу только он мне тут доставляет. И что ты делаешь? Мне очень нравятся вот эти индивидуумы, которые вот упрутся в твой корпус и едут вперед. То есть люди не понимают, да, что у нас здесь, если что, объекты материальные, сквозь них ты не проникнешь. Как ни старайся. Я не платформа 9,75, в меня ты не войдешь, если что. И опять начинается вот этот вот парад голубизма. Вот что не бой, то просто тимкиллер. То есть Wargaming запускает тест в надежде на то, что соберет какую-нибудь информацию, фидбэк, а в итоге на тест заходят какие-то гамадрилы и начинают здесь свои брачные игры. Это просто у меня нет слов. А потом мы удивляемся, почему обнова дерьмо. Да потому что играют здесь весьма одаренные личности, которые до сих пор не знают, что по своим стрелять нельзя. Даже несмотря на то, что ты на тесте находишься. Тем временем тут нас уже продавили. Да и вообще мы уже по счету как бы проигрываем. И Е-75 уже тут врывается. И никто и деду третьему насрать на это все. Так, мне надо сейчас просто... Ну все, меня Е-75 заберет сейчас. 3-600 я в общем успел настрелять. Ну что тут можно сказать? В принципе, вот в таких вот боях врывов, врывах и так далее. Ну если бы союзники еще были поадекватнее, я думаю мы бы здесь сдержали получше направление. Но заметьте, за счет ДПМа я неплохо здесь пострелялся. То есть от пушки я пока что никакого тут горения вообще не испытываю. Она мне понравилась. Я вот не заметил особо какой-то большой разницы Т-54 до изменения, да, это орудие. И после изменения. Ну да, она чуть дольше стала сводиться, но по точности, в принципе, существенная разница. Вот по моим ощущениям я пока не испытывал. В принципе, на ближней дистанции тут этой точности более чем хватает. А ДПМ, я считаю, то, что апнули этому орудию. Но это весьма кстати. Ладно, давайте теперь скатаем пару боев, наверное, на следующем орудии. Посмотрим, что же оно из себя представляет. Ой, слушайте, вот реально, как же, кстати, меня кинуло на мастурбиновку с этим орудием. Потому что, ну здесь, в принципе, я думаю, получится даже посмотреть, как орудие действительно показывает себя на дистанции. Так, ну я, наверное, первые отстрелы постараюсь по цвету сделать, если будет кто-то у нас светить. А так я, наверное, все же поеду на гору, потому что, ну, дети, запомните, мастурбиновка, вот эта вот карта, она играется через гору. То есть, если вы играете на каком-нибудь ИСЕ-3 или Е100, то не вот здесь вот надо стоять, а на гору надо ехать. И пока я тут объяснениями занимаюсь, я сам тут играю в Гарри Поттер и пытаюсь в Хогвартс попасть за счет ВСЕ-111. Так что я, конечно, дико извиняюсь. И еще-то 10-го тоже. Ну я проверяю наличие платформы 9,75. Может, у кого-нибудь она есть. Но подсвета, я так понимаю, не будет. Ладно, тогда просто еду на позицию и... И, собственно, поиграем уже там. Так, по стабилизации. Ну здесь стабилизация вот на глаз. Вот мне кажется, она получше. Да, круг разброса поменьше. Это факт. То есть, даже если будут возникать ситуации, если вы кого-то будете крутить, то, конечно, в этом плане эта пушка будет получше, но опять же, опять же, давайте будем реалистами. Они обычно крутят на ближней дистанции танки противника. И поэтому там, ну не особо-то прям важно, насколько этот круг разброса там больше или меньше. Так что я думаю, не принципиально. А вот как раз вот перезарядка в 7 секунд здесь это да. Не самый приятный показатель, так скажем. Ну, в принципе, слушайте, время сведения, да, оно реально очень быстрое. Какой-то, знаете, вот немецкий показатель. Я бы так его назвал. Так, я подставляюсь. Так, давайте здесь еще раз попробуем по 54-ке выстрелить. Хотя я ее... А нет, она бортом стоит. Я думал, она там от башни, а она бортом. Ну, в принципе, приятно, знаете, вот 300 метров, да, в принципе... Не, слушайте, снарядики кучно летят достаточно, это приятно. Пока что нареканий пушка, кроме как перезарядки, у меня не возникает. Потому что все же, мне, знаете, кажется, что вот, ну, такой вот, да, может быть, на первых порах боя это и будет. Может быть, хорошо, что, да, вы где-то там из сейвовой позиции покидаете по подсвету первичному. Но все же, давайте будем реалистами. Альфа-320, перезарядка 7 секунд. Не самая лучшая ПТ-шка, согласитесь. А в ближнем бою, опять же, ДПМа не будет хватать. Так что мне эта пушка как-то вот, она приятная в стрельбе, но она почему-то, мне кажется, не для 54-ки, по крайней мере. То есть она здесь не самым лучшим образом смотрится. И Т-10, каким он образом там в меня попал. Зато я не попал ему в НЛД. О! Это хорошо, что там 50-120. Так, теперь надо как-то аккуратно так съехать отсюда, чтобы не получить еще раз. Давайте чуть ближе подожмемся. Сейчас я попробую от борта. Надо бы подсветить Т-10 какого-нибудь. О, 50-120 подставился. Хорошо. Прекрасно. Вот только Т-10 меня больше всего пугает, потому что его пробить будет сложно. Это надо его... Вот если ему в башню стрелять, это надо кумулями. Но и то, знаете, не факт, что я кумулями его пробью. Да господи! Меня просто со всех сторон расстреливают. Что-то как-то я не очень аккуратно играю в этом бою. Ну да ладно. Просто мне где-то там сидеть в кустах весь бой, вот здесь вот, не очень нравится, не очень, я люблю. Так что лучше я получу пару шотов, но сыграю активно, так сказать. Уже 1500 урона. Счет уже 7-3. Прогнозы неутешительны. Потому что бой сейчас будет заканчиваться. Так, давайте голду зарядим, потому что... Ну, а он от башни там стоит, это бесполезно. Комбашинки там выцеливать, это мертвый номер, мне кажется, так. Да и кумулями, как видите, тоже бесполезно кидать ему. Это ж Т-10, это ж супер-упер-танк. Понятно. Джофф Коннор меня убил, да? Хорошо, хорошо, ясно. В этом бою, может быть, не удалось нормально настрелять. Стрелять, какой-то прям результат показать. Но, по крайней мере, мы посмотрели с вами, что на дистанции орудие действительно неплохо стреляет. Быстро сводится, снаряды летят достаточно кучно в цель. Но, конечно, нужно с этой пушкой играть более саевого. Я здесь слишком много подставлялся, то есть я не отрицаю это. Поэтому давайте скатаем еще один бой. Там я постараюсь уже сыграть, ну, так скажем, более в ПТ-стиле таком. И посмотрим уже конкретно, как это орудие себя на дистанции показывает. Окей, линия Зигфрида. Знаете, не самая, так скажем, снайперская карта, потому что... Ну, основное, как бы, боевые действия происходят здесь, на замке. Хотя, в принципе, можно, знаете, что попробовать на зелень, поехать. Хотя, я вам признаюсь, я там не играю практически вообще. И, как бы, я не знаю особо там позиции. Да и никто, кстати, туда не едет. Ладно, тогда поеду сюда на свою уже привычную, так скажем, позу. И нет, это не поза от секса касси. И она не шикарная. Она скорее картавая. То есть, вы туда заезжаете, и просто вы не можете выговорить букву Р вообще. То есть, ну, просто представьте, да. То есть, вы L-трактор не сможете произнести. Боже, какая трагедия века. Ну, господи, что ты делаешь? Я спокойно, я держу себя в руках. Если что, я даже подготовился к записи видео. Я в смирительной рубашке сижу. Потому что я прекрасно знал, что меня ожидает в этом замечательном... Прекрасном мире панков просто. Замечательная игра. Отличные союзники. Замечательная целевая аудитория. Ммм, всё, как я люблю. Ну, ладно. Отвлёкся я чё-то. Так, ну, тут чё-то зря я стрелял. Как бы сразу понятно было, что я не попаду, потому что он заехал за препятствием. А тут я застрял в доме. Как будто меня какая-то, знаете, какая-то баба Валя тут в гости зовёт. Ау, стой, внучок, заходи, чайку попей. И не пускает ехать туда. Ну, бабушка, ну мне там надо стрелять в Фоша. Господи, какой бред я несу, скажете вы, да? Вот опять. Да нет, это проклятое место. Это реально дом гостеприимства какой-то. Не, не, не вставайте здесь. Вы просто не сможете уехать. Вас не выпустят из этого дома. А на пасашок, э? Сашок! Так. Тихо, тихо, тихо. Ох, слушайте, за счёт... Вот стабилизация здесь реально классная. Вот на этой пушке она лучше. И да. Вот так вот на откатке... Ммм, блин, зря подставился. Зря, зря, очень зря. Да вообще, конечно, я что-то много подставляюсь в последнее время. Видимо, просмотр передачи «Давай поженимся» как-то на меня влияет не слишком интеллектуально. Без сведения выстрелил, кстати. Заметьте. О-о-о-о! Механику арты переделали! Ой, молодцы какие, а! Спасибо вам большое, спасибо, спасибо большое за механику арты. Да и просто давайте, ребята, хэштег «Спасибо за нерф арты», а, вот просто. Замечательно. Фош, вот Фош, он доволен нерфом арты. Я вот прям чувствую, как он... Вот он аж кричит от радости, что вот «Ура!» «Понерфили арту!» «Теперь я танкану!» Оп! Танкуем. Бортами танкуем. Только опасно, конечно. Да! Я только что хотел сказать, потому что арта сюда сведена. Но, опять же, несмотря на это, я подставляюсь. Нет, я поеду отсюда, нахрен это надо. Давайте попробуем выбить оттуда ТВП. С той улицы. По-моему, тут наши все продавили, все что можно. Так. Ой, а тут Фош. А я, если что, за ТВП ехал, мистер Фош. Я вас тут не ожидал, честно скажу. Так, ладно. Голду заряжу, потому что... Ну, сейчас я его, в принципе, только в лоб, наверное, смогу выселить. Потому что лючки отсюда, ну, не видно будет. Хотя вот это орудие, чем оно хорошо? То, что я, даже если буду выцеливать лючки, мне нужно, то есть, тратить на сведение меньше времени. Тем самым, ну, под огнем я буду стоять меньше. То есть, в этом тоже есть некий плюс этой пушки. Вот. Но все равно мне то орудие нравится больше. Вот за счет перезарядки даже той же. Просто вот за счет перезарядки мне та пушка нравится больше. Вы видели? Вот сейчас произошел какой-то бред. Мое орудие смотрело выше, чем вафля, но при этом я попал. Ну, может, это какой-то баг сервера, там серверные прицелы и все такое, но вы все видели своими глазами. Если что, у меня есть пруфы, доказательства, видеосъемка. И вновь мы настреляли всего 2200. Ну, я думаю, смысла нет. Что-то пытаться накатать еще. Сейчас на этом тестовом сервере просто творится какой-то балл сатаны. Попадание во рту без урона. Ну, это то, что я хотел сделать напоследок. И вот, кстати, смотрите. Вот, вот, пожалуйста. Вот мне не хватило буквально одной секундочки, чтобы сделать хотя бы вот один выстрел по арте. То есть нанести хотя бы 2500 урона. И вот чем хорошо то орудие, как раз таки вот эта вот цена промаха не такая высокая. То есть я трачу меньше времени на перезарядку, но за это время я успеваю полностью свестись. То есть что на той пушке, что на этом. И я бы, в принципе, успел там сделать выстрел. Ну что ж, в общем, поиграл я в этот симулятор душевно больного с двумя орудиями. И какой же я могу сделать вывод? При выборе вооружения для 54-ки я больше склоняюсь к орудию D10T2S. Ведь именно оно позволяет ощутить себя в роли настоящей 54-ки. И что же я имею в виду? Т-54 это средний танк с отличной динамикой и надежной для СТ-шки броней. А значит и стиль геймплея у нее соответствующий. Это танк прорыва, который должен сближаться с противником и, несмотря на маленькую альфу, уничтожать его за счет высокого ДПМа, тем самым задавая темп боя. И как по мне, орудие D10T2S с этой задачей справляется более чем хорошо. Ведь согласитесь, что на ближней дистанции не принципиально, какой у тебя разброс, 0.3 или 0.36. А вот цифры ДПМа как раз в этом случае играют существенную роль, да и в перестрелках 1 на 1 победителям обычно выходит тот, у кого КД меньше. А вот что касается орудия D54, то тут, конечно, стоит отметить, что точности время сведения действительно хороши и работать на дистанции позволяют вполне. Но только вот 54-ка ли перед нами в такой комплектации? В таком случае Т54 становится похож на какого-то леопарда или ПТ-саус башни. Да только вот есть одно но. Маленькая альфа и низкая скорость полета снаряда не позволяют нам эффективно работать на дистанции. С этой задачей намного лучше справляются тот же Леопард или Е50. А Т54 в этом плане является какой-то жалкой пародией на них. А в ближнем бою эффективность использования данной пушки низкая, ведь перезарядка 7 секунд с альфой 320, это как по мне долго и в некоторых ситуациях попросту будет не хватать буквально доли секунд, чтобы выйти победителем из той же дуэли. Как по мне, так для подобного стиля в игре есть Т55А, у которого тоже быстрое сведение, хорошая точность и стабилизация, но при этом еще и ДПМ получше. Так что я все же рекомендую вам использовать первое орудие Д10Т2С, и именно его я буду катать на основе, ведь только с ним ты ощущаешь себя настоящим Т54. Но с другой стороны, даже хорошо, что разработчики сделали такое вот ответвление, потому что, ну как вы знаете, раньше действительно у 54-ки, можно сказать, было только одно орудие, это вот этот вот дырокол, но потому что Д54 с теми ТТХ, что у нее были ранее, ну орудием это назвать вообще нельзя, потому что, мне кажется, даже зубочистка представляет большую опасность для танка, нежели вот это чудовище с ужасной точностью и временем сведения. И сейчас для игроков появилась неплохая такая альтернатива и возможность для выбора, то есть какие ТТХ для вас важнее и какой стиль геймплея вы предпочитаете больше, отсюда вы делаете свой выбор в сторону орудия. Ну а я лично для себя выбираю Д10Т2С, и думаю, именно это орудие я и буду катать на основе. Ведь только с ним ты ощущаешь себя настоящей советской СТшкой 9 уровня Т54. Пишите в комментариях, какое орудие выбрали бы для себя вы, и если вам понравилось данное видео, то можете поставить лайк, подписаться на канал и вступить в обитель дна в контракте, а также посмотреть другие видеоролики на моем канале. Все ссылки в описании. Спасибо за просмотр и удачи на даче! Субтитры сделал DimaTorzok